Вадимир Путин проводит тотальную инспекцию перед Олимпиадой, катаясь на лыжах со склонов горы Псехако. Президент собирается проверить все, от горнолыжных комплексов до прибрежного кластера. Для него даже будет устроен прогон церемонии открытия игр. Что касается катания на горных лыжах, то Путин уже не раз катался здесь, и трассы ему хорошо знакомы. К президенту присоединился и премьер Дмитрий Медведев. Итак, тотальная проверка под Глинтвейн и заигрывание со спортсменками. Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым за месяц до начала Олимпиады катаются сегодня на лыжах и осматривают олимпийские объекты. Год назад такой же визит плачевно закончился для братьев Белаловых, которые занимались строительством трамплина «Русские горки». Чего ждать от Путина в этом году, пытался понять Петр Рузавин. Да, Лика, спасибо. О том, что в Сочи стоит ждать тотальной проверки Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин пока успел покататься по трассам горнолыжного комплекса «Лаура», который, к слову, не будет принимать Олимпийские игры через месяц, и также пообщаться с Дмитрием Медведевым за бокалом Глинтвейна. Также он осмотрел некоторые гостиничные номера, где проживают спортсмены и готовятся к Олимпиаде. И вот там случился эпизод, который я бы хотел полностью процитировать из агентства «Интерфакс». Произошел он во время незапланированной встречи Путина с некой спортсменкой, имя которой не называется. Цитирую. Путин поинтересовался, как она оценивает условия, созданные здесь для спортсменов. «Условия хорошие, все отлично. Есть только маленькие замечания», — сказала она. Президент попросил уточнить именно то, с чем возникают проблемы. «Я тренером об этом говорю, они с ними сами разбираются», — отказала спортсменка. «Тренером говорить о мне не можете? Скажите на ушко», — с улыбкой настаивал Путин. «Хорошо, но только без камер», — согласилась она. Пригласив главу государства в комнату и попросив телеоператоров остаться за порогом, девушка показала мелкие недоработки в отделке номера. Сопровождавший президента и премьера зампредседателя правительства Дмитрий Казак согласился, что замечания справедливые, и пообещал учесть их. Вот такая вот небольшая театральная постановка от Интерфакса. Ну, пока больше в ходе тотальной проверки о Владимире Путина замечаний высказано не было никем. Последний объект, на данный момент, который посетил Владимир Путин, — это трамплин «Русские горки». Именно его строила компания-курорта Северного Кавказа Ахмеда Белалова, и год назад Владимир Путин, когда посещал сочинскую стройку, жестко раскритиковал Белалова за большой перерасход средств и затягивание сдачи объекта. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Белалов лишился постов в курортах Северного Кавказа и в Олимпийском комитете, где являлся вице-президентом. В отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, он уехал за границу. Сегодня глава Сбербанка Герман Греф оценил при Владимире Путине готовность комплекса на, цитата, 90 с лишним процентов. Так что пока, как мы видим, проверка проходит более чем спокойно, но в любом случае нужно подождать, возможно, каких-то заявлений, которые появятся за ближайшие пару дней, что Владимир Путин будет находиться там. Лика. Спасибо, Петя, Петр Рузавин, о Путине на горках.